Меня зовут Людмила Васильевна Сыенко. Я работаю заведующей музейным отделом музейской медицинской МГУ Музея Минского района. Работаю с 2000 года. Мне приходилось часто обращаться в медицинскую сельскую библиотеку, чтобы подобрать стихи тем патриотическим мероприятиям, которые проводили в сценах музейного отдела. Сотрудники библиотеки любезно предоставили мне стихи кубанских поэтов. И так впервые я познакомилась с творчеством Калида Александровича Дущихова. Как это ни странно, но больше всего его стихов я использовала в своих мероприятиях, наверное, потому что именно его стихи души решили на душу. И я была очень удивлена, когда в 2008 году счастливилось познакомиться с ним вечно. У Ставы Городской Светы Калида Александрович приехал в нашу станицу для того, чтобы здесь, в таком тихом уголке, заниматься платформа своей деятельностью. Он в первую очередь посетил наш музей, пришел к нашему с пустыми руками, с подарками, принес фотографии, принес книги. После этого мы с ним общались. Мне довелось лично побывать у него дома, на улице Чкалова, где он купил дом. И по этому поводу он шутил, что он лучший летчик, живет на улице, которая названа именем знаменитого летчика. Гранита Александрович как-то принес мне стихотворение, отпечатанное в машинке, которое называлось «Моя Недрельская, моя Венеция», и попросил, чтобы я нашла музыканта, который смог бы написать музыку по этим стихам. Аталия Ивановна Волкова, директор Хомской школы искусств, написала музыку. И с тех пор эта песня «Моя Недрельская, моя Венеция», она ушла в репертуар нашего творческого коллектива станицы Недрельской, вокального коллектива «Коленушка» под управлением. Гранита Александровна, и на мероприятиях станичных эта песня исполняется. Компонирует Мещеряков Владимир Александрович, служенный работник Кубани, культуры Кубани. И поэтому эта песня, она стала как бы не только подарком со стороны Гранита Александровича, но она стала своеобразной длинной нашей станицы. В сентябре 2011 года Гранита Александрович был подчетным гостем на Дне станицы, он подарил музею вот эту книгу. Здесь его автограф, его пожелания музею. И буквально несколько дней спустя его не стало. 14 сентября 2011 года, в возрасте 91 год, Гранита Александрович умер. Но память о нем жива. В нашем музее, в нашем отделе регулярно, каждый год проводятся мероприятия «Ночь искусств». Самое первое мероприятие было посвящено Граниту Александровичу. На этом мероприятии в качестве почетных гостей был Ковалев Александр Николаевич, племянник Константина Федотовича, Героя Советского Союза, жителя нашей станицы Невейской, и друга, Гранита Александровича. И он рассказывал о том, что также он лично встречался. И говорю, что именно Гранита Александрович благословил его на дальнейшее написание стихов. Он продолжает писать стихи, также песни. Знаменитая кубанская писательница Агафья Сагалов, также бывая в качестве почетного гостя на наших мероприятиях, она также рассказывала о том, что он лично встречался с Гранитом Александровичем. И я хочу сказать, что воспоминания у него самые светлые, потому что вообще это был очень добрый человек, очень открытый, не чувствовалось его лет, он был новым душой. И даже на фотографии можете увидеться, это какая-нибудь открытая, светлая улыбка. Какой-то был хороший, добрый, светлый, умный человек, который так много оставил в памяти для наших детей, для нас.